Экзамены, баллы и выбор будущей профессии. В жизни вчерашних школьников наступила ответственная пора. Среди абитуриентов – выпускница Петрозаводского лицея номер один Кира Зинкова. Девушка справилась с волнением на ЕГЭ и теперь планирует поступить в Институт математики и информационных технологий ПетрГУ. Я очень бы хотела поступить на программную инженерию, потому что для меня информатика и все, что в принципе с ней связано, очень интересно и нужно будет в дальнейшей жизни. Почему именно в ПетрГУ решила поступать? Потому что у меня здесь училась моя мама, я бы очень хотела по ее стопам пойти, так сказать. Ей здесь очень тоже нравилось. Было тяжело, но она справилась. Специальность по душе и учебу в родном городе выбрала и выпускница Ломоносовской гимназии Петрозаводска Анна Мюллер. Родной город, родное место. Все родственники мои учились, и родители в ПетрГУ учились. Я поступаю в университет иностранных языков, точнее, институт иностранных языков, потому что мне с самого детства нравилось изучать языки. Это меня очень завлекало. Вот здесь всегда это нравилось. Есть среди поступающих в университеты те, кто окончил колледжи и техникумы. Окончил весь тех, пришел поступать на техносферную безопасность, в планах, конечно, дальше работать по профессии, по которой я учился в техникуме, пожарном. Работа престижная. Люблю помогать людям, хочу помогать людям. Надеюсь, у меня все получится. Прием документов проводится с 20 июня. Всего Петрозаводский госуниверситет для поступления выбрали около 2400 человек. Среди популярных направлений этого года – прикладная филология, психология, лечебное дело, инженерное дело и IT-специальности. Будучий студент может выбрать до пяти направлений и по каждому одновременно участвовать в конкурсе. Документы подают тремя способами – лично, по почте или онлайн через сервис госуслуги. Последний вариант выбирает большинство выпускников. Этот сервис активно развивался в протяжении четырех лет. Сейчас мы пользуемся всеми преимуществами, потому что ребята могут подать из разных регионов, могут заявиться через госуслуги на целевое обучение, в том числе в другие регионы. Самое интересное, что могут подать оригинал через госуслуги. Это называется электронный оригинал, он приравнивается к обычному бумажному оригиналу. Куда удалось поступить, ребята узнают уже в августе. Юлия Браева, Александр Борисов, Служба новостей.